Чашид Алек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-Ламе и Центральной Тибетской Администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-Лама призвало уделить особое внимание тибетскому языку. Тибет и Сирия признаны самыми несвободными странами в мире. Доклар правозащитной организации Freedom House за 2021 год. Тибетцы вороначал Прадеши, восторженно приветствовали Сикьонга доктора Лапсанга Санге. Эксперты выявили вопиющие случаи нарушений прав человека в Тибете со стороны Китая. Департамент финансов настоятельно порекомендовал тибетцам в Северной Америке зарегистрироваться в Чатролл онлайн. Департамент образования созвал восьмую ежегодную конференцию комитета по образованию и консультативного комитета. В субботу на прошлой неделе его святейшество Далай-Лама, обращаясь к виртуальной аудитории во время своих учений, дарованных в День полнолуния Великого молитвенного фестиваля, призвал тибетцев во всех уголках Тибета уделить особое внимание тибетскому языку. День полнолуния Великого молитва Тибетскому языкам Данкестру и отклонения в Америке. День полнолуния Великого молитва, звертый, Продолжение следует... На виртуальных учениях, дарованных по просьбе буддийской организации Ладак Семье, присутствовали Гаден Чиримпочи, настоятели, бывшие настоятели, Тулку и многие другие. Согласно последнему докладу правозащитной организации Freedom House о состоянии свободы в мире, Тибет и Сирия вошли в список самых несвободных стран мира по результатам 2020 года. По оценкам доклада «Свобода в мире 2021» Тибет набрал всего 1 балл из 100 в глобальном рейтинге свободы, и этот показатель не менялся на протяжении последних 6 лет. В течение многих лет Тибет получал самый худший рейтинг, а общая оценка была равна единице, в результате чего с 2015 года Тибет вошел в число самых несвободных стран в мире. Рейтинг 2021 года отметил некоторый сдвиг, поскольку теперь вместе с Тибетом наименее свободной страной во всем мире признана и Сирия. Политические права Тибета оценили в 2 балла из 40 и 3 балла из 60. В итоге Тибет получил средний балл 1 из 100. Тибетцы в поселениях Мяо Чокхеллинг и Тезударгеллинг во Руначао Прадиши организовали грандиозный прием в честь президента Центральной тибетской администрации Сикьонга доктора Локсанга Сенге. Во время его визитов тибетские поселения на северо-востоке Индии. Суббота на прошлой неделе госпожа Луи Шиба из районного управления поселения Тезу поприветствовала Сикьона на церемонии приема и в знак признательности вручила ему памятный знак. В понедельник на этой неделе во время своего визита в Шилом доктор Сенге дал интервью газете Шилом Таймс, опубликованной под заголовком «Чтобы понять Китай, прежде всего надо понять Тибет». Сикьонг встретился с Сумядипом Датой, региональным должностным лицом, ответственным за созыв собраний в Осами и Мегалае, группа поддержки Тибета, вместе с которым он выступил перед представителями местной прессы по вопросам, касающимся Тибета, тибетско-индийского пограничного конфликта, а также закона о политике и поддержке Тибета. The mistake people make, including the media, you know, is when you write Indo-China border, now during the Galwan Valley tragedy, during Doklam incident, I appear on media and some of them ask me, why are they here at Galwan Valley? Because you say it's China's border, you ask Chinese shoulder, Они говорят, что я здесь, что я здесь, потому что я здесь. И исторически это всегда было между Тибетом и Индией. В России затронули такие вопросы, как политика и программы Китая, направленные на уничтожение тибетской культуры и идентичности, и подавление свободы вероисповедания. Заострили внимание на методах прохождения тибетцами профессиональной подготовки в военном духе, упомянули и случаи с Кунчоком Джинпой, тибетцам, осужденным на 21 год за передачу тибетским СМИ за пределами Тибета информации о протесте в его родном городе, что явно демонстрирует стремление Китая предотвратить утечку любой информации. В виртуальном мероприятии приняли участие доктор Адриэн Зэнс, старший научный сотрудник отдела Китая в ведении Мемориального фонда жертв коммунизма. Кейт Сондерс, писатель, журналист и специалист по Тибету. И Ченле Чу Ки, специальный полномоченный по правам человека. Тибетское бюро в Женеве. Модератором мероприятия выступил Калден Сомо, сотруднику ООН по вопросам информационно-просветительской деятельности Тибетское бюро в Женеве. Департамент финансов Центральной тибетской администрации попросил всех тибетцев в Северной Америке заполнить Google-форму для регистрации в чатчу онлайн. Создание аккаунта Gmail для регистрации является обязательным. Цель данной Google-формы – обеспечить соответствие между идентификатором электронной почты, датой рождения и номером Green Book. Финансовый департамент получил около 400 адресов Gmail и просит каждого тибетца в Северной Америке предоставить свои адреса Gmail через Google-форму, дабы обеспечить эффективность онлайн-вклада Chatro. Первоначально проект был запущен в Северной Америке. Исходя из эффективности пилотной инициативы, он постепенно охватит и другие регионы. В понедельник на этой неделе состоялась восьмая ежегодная конференция Комитета по образованию и Консультативного комитета секретариата Кошаго. Председатель Комитета по образованию Гешет Хакдор подчеркнул важность основных критерий подбора преподавателей и содействия развитию неакадемических областей, таких как исполнительное искусство, спорт, искусство и ремесла и развитие таланта в различных областях в целях обеспечения всестороннего развития образования. Он высоко оценил принципы образовательной политики, подчеркнув, что все они притворяются в жизнь. Министр Департамента образования доктор Пема Янчена отметила, что политика в области образования должна формироваться после проведения исследований, анализа и оценки результатов, и предложила создать исследовательский комитет в рамках Департамента. Достопочтенный Карма Гелек Юток рассказал о пути развития Комитета по образованию, начиная с его формирования под руководством колонны Тресура Самдона Римпочи до роли Комитета как автономного органа сегодня. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok